Продолжаем тему выборов в Беларуси. Подключаем к эфиру Франа Ковечерко, журналист, политический деятель, советник Светланы Тихановской. Франок, приветствуем вас. Добрый вечер. Осуждает цивилизованный мир проведения этих выборов. В США выступили с резким заявлением, назвали их фиктивными. Напомнили, почему именно 1400 политических заключенных удерживает режим Лукашенко. Политические партии, оппозиционные, независимые фактически не были допущены к этим выборам. А белорусам, которые находятся за границей, не разрешили голосовать. Только если они вернутся в Минск, можно было проголосовать. Все ли я перечислил? Или еще что-то есть, что говорит нам и доказывает, что выборы незаконные? Они вообще напоминали военную операцию. Потому что на участках поставили людей с оружием, КГБ, ГУБОПИК, это такая уголовная полиция по борьбе с преступностью. И людей загоняли массово, свозили автобусами из больниц, из университетов, из госпредприятий, чтобы проголосовали заранее, чтобы создать какую-то картинку явки. Для Лукашенко такая репетиция перед 2025 годом. Можно ли провести выборы в новом формате, полностью зачищенном, когда нет никакого инакомысля, никакой конкуренции? Ну, я думаю, что сам Лукашенко остался доволен. Значит, можно закрутить гайки еще и на выборы. Но легитимизирует это каким-либо образом Лукашенко, я очень сомневаюсь. А почему Лукашенко сейчас заговорил о своем походе на выборы 2025 года, за полтора года до, в общем-то, старта этой избирательной кампании? Почему решил поспешить? Я не знаю, поспешить или нет. Скорее всего, послать месседж своим силовикам, что, мол, держитесь около меня, я буду вас защищать. Он же не работает на общество, он работает только на узкий круг своих сторонников. Это внутренние войска, это служба охраны президента, это группа чиновников, у которых тоже руки в крови. И, мол, месседж им, что я буду с вами, буду бороться за вас, если там придет Тихановская, вас всех посадят. Поэтому в 2025 году готовьтесь меня защищать. Ну и для него, когда он говорит слово «выборы», это не проголосование. Для него «выборы» — это революционная ситуация, это протесты, 2020 год, это новая Тихановская. И поэтому он психологически себя пытается уверить, что 2020 год не повторится. Хотя, я думаю, подсознательно он понимает, что при любом триггере общество снова вспыхнет. Возможно, держаться нужно силовикам Лукашенко не только от угрозы прихода Тихановской, а, возможно, и от влияния путинских агентов? Ну, я думаю, что Путин как раз для него здесь главные союзники опора. И именно к Путину он обращается, апеллирует, когда ему надо получить поддержку силовиков. Они могут не бояться, смеяться с этого стареющего там деда-шизофреника, но от Путина они, конечно, боятся. И я не думаю, что Путин будет менять Лукашенко на кого-либо другого. И есть ли вообще такой вариант? Для Путина Лукашенко это находка, бриллиант, алмаз, надежда, чтобы сохранить контроль над Белоруссией без открытия какого-либо нового фронта. И все последние встречи этих двух диктаторов, они показывают, что у них такие симбиотичные отношения, они приросли друг у друга, они оба понимают, что для них вот эта война, она последняя, и что они должны там друг друга поддерживать, что бы то ни стало. А насколько вообще похоже то, что сделал Путин со своими людьми, со своими оппонентами в России, на то, что Лукашенко сделал, готовясь к проведению этих выборов? Имею в виду вот то, что перечислял вначале, и политзаключенные, и нерегистрация оппозиции. В Белоруссии ситуация намного хуже, чем в России. В России остаются и многие журналисты, они подписываются иностранными агентами, многие представители интеллигенции. Есть какие-то еще активности публичные. В Беларуси намного больше политзаключенных. Когда это там экстраполировать на население России, то в России должно было быть там 20-30-40 тысяч политзаключенных, чтобы сравнивать с Беларусью. Но Путин учится у Лукашенко, учится и на ошибках, и на успехах в закручивании гаек. Беларусь такая лаборатория тоталитаризма для Путина. Вот Лукашенко ограничил белорусов в голосовании за рубежом. Путин сделает то же самое. Забрал паспорта. Белорусы за рубежом не могут теперь обновить документы и практически подтвердить свое гражданство. Путин будет делать то же самое. Чтобы предсказать следующее действие Кремля, можно посмотреть, что делает Лукашенко. И я думаю, что ближе к выборам в марте путинским мы увидим так же усиление репрессий, как это было перед лукашенковскими выборами последние месяцы. То есть Лукашенко сделал выводы из прошедших выборов. И в 2025 году, наверное, вряд ли возможно появление Тихановской-2, если грубо говорить. Я думаю, что Тихановская уже есть. И она кошмаром снится Лукашенко в снах полка Линовского и все те активные группы белорусов, которые продолжают борьбу партизанскую в первую очередь. Поэтому, если говорить о других вызовах, то, скорее всего, это будет не через избирательную кампанию. Это будет именно реакция на какие-то события. Или победу Украины, продвижение Украины против России. Или экономический кризис, вызванный санкциями. Или какой-то демарш из стороны номенклатуры. И общество также подтянется. Достаточно Лукашенко убрать силовиков с улиц Беларуси на пару дней. Как снова люди массово выйдут на улицу, я в этом не сомневаюсь. Поэтому, да, верить в саму кандидатскую кампанию и выдвижение не имеет смысла. Никого не пропустят. Не исключено, что будет один сам Лукашенко в бюллетене для голосования. И будет предлагаться голосовать за Лукашенко Александра и Александра Лукашенко. И мы должны просто использовать эту кампанию. И сейчас мы прорабатываем некоторые сценарии, каким образом мобилизировать общество. Ситуация может поменяться до конца года. Если выборы будут в феврале следующего, 25-го, то у нас еще остается примерно год. И здесь важная будет консолидация демократического движения, но также сильное подполье. Ну и именно Лукашенко поэтому сейчас борется и реорганизует систему силовиков для собственной защиты. Вот если заговорили про силовиков, скажите, какая роль в этом может быть или уже играют роль вагнеровцы? Периодически появляется информация о том, что есть базы вагнеровцев в Беларуси и они тренируют белорусских силовиков. Что об этом известно в последнее время? Насколько их много? Насколько сильно влияние? Ну, вагнеровцев так ассимилировали, инкорпорировали в лукашенковскую систему. Отдельно бренд уже не звучит вагнера. Часть, абсолютное большинство выехало на операции в Африку. Часть поехала воевать за Путина в редут, в частные компании или в российскую армию. Ну, а те, которые остались в Беларуси, они подрабатывают как инструктора. Возможно, некоторые присоединились к каким-то насилам специальных операций или группам военированной охраны. Но сказать, что они представляют какой-то отдельный субъект, как об этом мечтал Лукашенко, не стоит. Они растворились со смертью Пригожина. Ну, и какой-то угрозы для Украины, для белорусов, для Польши, Литвы, Латвии, наших соседей на сегодняшний день не представляют. Вы говорите о том, что на судьбу Лукашенко могут повлиять санкции, ну и Беларусь. Евросоюз на днях продлил действия санкций экономических против Беларуси еще на один год. И мы помним, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году санкции Евросоюза, они нанесли хороший такой колоссальный вред белорусской экономике. Что по итогам двух лет? Мы видим, что Москве удалось как-то минимизировать эти потери. Помогла ли Москва Минску адаптироваться к этим санкциям? Как обстоит сейчас дела с этим? Абсолютно помогла. Москва выручила Лукашенко, вытянула его за волосы с болота. Это санкции на Москву, на Россию наложены в первую очередь на импорт, на Лукашенко на экспорт. И Лукашенко просто пооткрывал дочерние компании в России. И вся эта продукция госпредприятий санкционная, в том числе ВПК, она идет как российская продукция от российских предприятий. А Путин продолжает импортировать товары через Беларусь. Это такая огромная дыра в санкционном режиме. И они поставляются как будто бы в Беларусь, но и идут транзитом через Беларусь в Россию. Также они используют третьи страны, Центральную Азию, постсоветские страны в Центральной Азии. Для обхода санкций вдруг Кыргызстан стал огромным экспортером березовой древесины в Евросоюз. Хотя там березы особенно не растут. Потому что их оформляют не вывозя из Беларуси, например, как кыргызские или казахскую продукцию. И вот поэтому мы рекомендуем сейчас нашим партнерам и в Вашингтоне и Брюсселе адаптировать санкции, рассмотреть возможность вторичных санкций против тех компаний и организаций, которые помогают обходить. Или рассмотреть возможность довоенных квот. Например, если страна экспортировала продукцию на каком-то уровне до 24 февраля 2022 года, то определить это как лимиты, как квоты. И чтобы больше она не могла экспортировать. Потому что невозможно представить себе, что какие-то номинования товаров в тысячу раз вырос экспортом. Или на тысячу процентов с Казахстана. Но здесь нужна политическая воля и надо режим санкционной политики в Брюсселе и Вашингтоне менять. Ну и Вашингтон более успешен в этом. Они сейчас усилили свой мандат санкционным группам. В Брюсселе это идет немножко медленнее. А как санкции влияют на простых белорусов? Некоторые эксперты говорят, что некоторые позиции контрпродуктивны для белорусов. Например, они ограничены в просмотре иностранных фильмов. Не могут посещать многие страны даже с целью отдыха. И это не вызывает какого-то принятия и понятия даже среди сторонников оппозиции. Это как раз такой вторичный эффект санкции. Потому что многие компании уходят из Беларуси, в том числе, которые конструктивную роль играют, чтобы там не попасть под какие-то санкции, хотя они являются, хотя они не могут попасть. И это, конечно, ограничивает белорусов в доступе, например, к какой-то информации, к зарубежным новостям, к англоязычному миру. И оставляет их самих лицом к лицу, к российской пропагандой. Какие-то сервисы, тех-компании недоступные в Беларуси. Ну и люди переходят в Яндекс, например. Конечно, это не помогает нашей борьбе. Да, к сожалению, это такие вторичные опасные эффекты. Мы пытаемся работать, чтобы эти компании не уходили из Беларуси, чтобы белорусы имели возможность смотреть, в первую очередь, в информационном пространстве, имели доступ к альтернативной русскому миру информации. Но не всегда это получается. Например, есть проблема с передвижениями. Нам очень важно сохранять связь между белорусами, которые выехали, и белорусами, которые остаются внутри страны. Многие страны сейчас ограничивают движение белорусов, не разбираясь, лукашисты они или белорусы. И, конечно, это усложняет нашу работу и по коммуникации, и по доставке какой-то помощи внутрь страны. Но мы пытаемся это как-то балансировать и объясняем нашим зарубежным партнерам, что надо изолировать Лукашенко, его режим, его госпредприятие, но не изолировать белорусское общество, которое в абсолютном большинстве против этого режима и поддерживает Украину. Франок, спасибо вам и удачи в борьбе. Франок Вечерко с нами был на прямой связи. Политический деятель, советник Светланы Тихановской. Спасибо. Спасибо.